Скажи, что происходит с валютой? Говорят, невозможно купить. Да и ставки сейчас такие, что и покупать не хочется уже. Отчасти ты ответил на свой вопрос, зачем покупать, когда это заранее невыгодно. Курс уже сильно вырос, а как он поведет себя дальше, совершенно не очевидно. Российские власти предпринимают значительные усилия, чтобы сдержать ослабление рубля. Это и повышение ключевой ставки, о котором мы говорили, и обязательства, возложенные на экспортеров. Теперь компании, продающие товары за рубеж от нефти, газа и металлов до медицинских масок и детских игрушек, должны продавать 80% своей валютной выручки. Деньги никто ни у кого не забирает, просто прибыль, полученную в долларах, нужно переводить в рубли. Тем самым будет поддерживаться объем валюты на рынке, что важно в первую очередь для тех, кто закупает импортное сырье. Что же касается нас, простых людей, то в отношении валюты есть одно проверенное правило. Держать надо в деньгах той страны, в которой ты являешься потребителем. И раз мы покупаем товары в рублях и получаем в них же зарплату, то валютный вопрос для нас совсем не первоочередной. Ну а по поводу комиссии, она действительно введена в размере 12%, но только для тех, кто покупает валюту на бирже. Клиентов банков эта мера не коснулась. Продолжение следует...